Дорога через подземку Но я думаю, что я нигде не затуплю особо и возможно вы что-то полезное для себя почерпнете Итак, вот она наша первая головоломка. Нужно вот эти ящики перетащить на вот эту платформу, которая находится внизу сейчас Как это сделать? Хрен его знает. Не зная механику игры, вообще не догадаешься, но... Так, стоим-бо. Стоим-бо, стоим-бо. Мы делаем следующее. Пододвигаем ящичек под вот эту платформу Берем еще один ящичек. Опять убираем вниз И смотрим, что получается Да, друзья. Ящики становятся один на другой Кто бы мог предположить... Я аж поперхнулся Вот кто бы мог такое предположить, да? Что так можно сделать в игре. А оказывается, можно Все, уезжаем наверх Ну, аптечка нам ни к чему Опа-на Два гестапо-вца стоят. Ну-ка, давайте мы Вот так вот сейчас красиво сделаем Тихо Все Отлично Так, вот, собственно, дверь открылась Куда мы могли зайти Старайтесь глушить ваших противников до того, как они спрячутся вот в этот проем Можно сделать вот так И легко Как сказать Нивелировать Все попытки противника вас убить Вот, например Вот, вот, вот к чему это приводит Он меня аж За экран выбил Все Ну все Здесь у нас тупик А нам только вниз остается Давайте посмотрим, что там у нас в вентиляции Два молодых интересных Еще двое ходят внизу Что у нас здесь? Здесь еще один молодой интересный Но этот за дверью Пасхалочка Этот человек Нет, это не человек уже Этот пингвин выстрелов не слышал Поэтому его мы убили В спину Ох, патроны мои, патроны Все Отъехал Ох Еще одна Пасхалочка Так Патроны кончились, к сожалению Так, нет Нам вниз Круто сваренный Нам вот сюда Давайте возьмем еще одно ушечко Мы можем это сделать Видим красную ключ-карту Ее мы обязательно возьмем Ее мы обязательно возьмем В принципе уже можем суицидиться Подбираем карту Так Как ты быстро ушел Все Отлично Теперь у нас еще одна загадка Друзья Нам опять нужны ящики Причем те же самые Что и Вот Собственно Мы здесь и использовали Толкаем их вот сюда Нет, сильно Сильно, чувак Во Вот так Нам это нужно Чтобы вот сюда вот Пробраться Я думаю Мы и так уже можем это сделать Все отлично Сейв прошел Об этом нам Просигнализировала Отметочка Соответствующая Зеленая галочка В правом нижнем углу Вот и двери распахнулись Причем распахнулись Если они на тот же самый начальный уровень Откуда мы только что пришли Теперь нам нужны Опять Эти же ящики Но уже По другому Толкаем 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 Вот сюда Тихо 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 Мы не уезжаем Мы не уезжаем А мы возвращаемся Обратно Там где собственно Был второй ящик Его мы тоже берем И по старой Отработанной схеме Скидываем просто вниз Он естественно Падает сверху На первый Оба на Вот и все Ну придется пока еще Покататься туда-сюда Вуаля Красную ключ-карту Ребят Не забудьте Подобрать Не забудьте Ее взять Иначе дальше Не пройдете Так Пока он там Свои речи Задвигает Про то Кто соорудил Эту пирамиду Из ящиков Мы Берем его Под контроль С помощью наших Жучков И Сейчас будем Действовать Так Вот это я сейчас Очень зря сделал Надо же было прыгнуть Надо же было прыгнуть Надо же было Шпрыгнуть Обожаю Когда вот сейчас Они говорят Во Таким знаете Невозмутимым голосом Мне сама интонация Нравится Вот здесь же Надо же было Шпрыгнуть Шо же я Дебил Не прыгнул Все Выбираемся Из этой ловушки И Отчаливаем Уровень Завершен И теперь у нас Уровень Двенадцатый Называется он Мост И окрестности Ох Конечно сейчас будет вынос мозга, потому что появляется у нас новый тип врагов, будем говорить так, меня этот тип врагов вот просто невероятно накалял, еще в первом эфире, когда я играл, в первый эфир там это под конец, это просто рвало очко вот да, друзья появляющиеся из стен, из пола, потолков то есть из ниоткуда турели шестиствольные ну мы то знаем, как эту систему наколоть, правильно? ах, хитрая да ты смотри ты просто посмотри на него сколько он мне хп снял мразь так, что у нас тут? нет, сюда мы не пойдем сюда мы не пойдем, там откроются все двери сразу давай ой-ёй-ёй-ёй-ёй как это сейчас было здорово прям точно приземлилась ему под ноги граната ну это все сложные математические расчеты эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот я кинул гранату, она упала ему под ноги. И я так и планировал. Четко, выверено, до сантиметра. Быстро падаем вниз. Закрываем двери. И движем наверх. Здрасте, я вам почту принес. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Быстро, быстро, ребят, пробегаем. Здесь важна скорость. Вы от этих турелей никак не спрячетесь. Вы на ровном открытом месте. Поэтому. Аккуратно. Кидаем жука. На подконтрольных нам бойцов противника турели никак не реагируют. Это радует. Поднимаемся наверх. Здесь нужна синяя карточка. Ее мы возьмем позже. Ну, собственно, на этом все. А, нет, подожди. Подожди, боец. Нет, туда в вентиляцию нам никак не запрыгнуть. Ну и ладно. Можем ехать. Оба-на. Мы уже на четвертом левеле. Находимся. В этой... Чертовой башне. На этом чертовом мосту. Вот патронов совсем у меня на нуле. Вообще. Да и ХП, собственно говоря, немного. Прям вообще немного. Ой, как хорошо, что я быстро проехал. Как же хорошо, что я проехал. Блочим дверь. И вот он, друзья, этот красавец. Машина просто вообще возмездия. М-60. Обязательно, друзья, выкидывайте дробовик. На мой взгляд, это вообще самое бесполезное оружие в игре. Берите наборчик. Диггл. АКУшечка. И М-60. Я вам... Нет, я вам не смогу сейчас продемонстрировать, как он стреляет, потому что у нас... А, нет, почему? Смогу, смогу. Вот, нам патрону тут подкинули. Быстренько. Сейчас она отстреляется. Я заберу патроны. Быстрее. И побежали, 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 побежали. Как вы, ребят, я думаю, уже заметили, мощность просто, мама, не горей. Но патроны жрет просто неимоверными темпами. И причем еще скорострельность не очень. Но я понимаю, что разработчики хотели сбалансировать оружие в игре. Но... Не самое комфортное это оружие. М-60. Конечно, против толстых боссов самое оно. Ребят, вы тут срочно жмите кнопку Е, чтобы ехать вперед. Иначе вас расстреляют турели с двух сторон сразу. Так что... Учтите этот момент. Лифт сам по себе не поедет выше. Знаете, я там. А тем временем у нас тут революция. Попугаи штурмуют дворец. Мы быстренько фиксируемся на вышке старожевой. Ждем, пока пингвин-гестаповец отвернется. Заканчиваем с ним. Ух ты, ё-моё. Вот это я сейчас, конечно... Ой... Вот это, конечно, дебилизм. И с моей стороны тоже, и со стороны разработчика. Вот просто, вот просто из ниоткуда врагов нахерачили. Причем я же не знаю, что дальше будет на следующем экране. Вот я пробежал, и охереваю. Тут стоит турель и три человека. И что мне делать? Ну, я-то знаю. Сейчас будем. Надо же делать все аккуратно. Вот так вот надо было сделать с самого начала. Итак, друзья. Друзья, у нас следующий уровень. Называется он рок-н-ролл. Мне уже нравится. Уровень тринадцатый. Его название, конечно, впечатляет. Ну и, конечно же, по законам жанра, мы попадаем в ловушку. Тут же. Хорошо буду держаться. Сейчас наш напарник убьет поезд пассажирный и высвободит нас. Кстати, друзья. Я там, когда подобрал М60, я убил нового бойца. Это гестаповец. Ну, эсэсовец, как. Элитный, скажем так, противник. Но со щитом. То есть, такого мы раньше не видели. Мы видели раньше обычных пехотинцев. Вот как, например, только что убиенный пингвин. Кстати, тот, по-моему, был вооружен саблей. Или шашкой, или это очень длинная дубинка. А сейчас, друзья, на ваших экранах очень драматичный момент. Вы должны плакать. Плачьте, я сказал. Ну, все, мразь. В, значит, вендетта. Теперь достаточно такой драйвовый момент. Классный гитарный запил на фоне. Как я уже говорил, людска в игре просто отличная. И нам демонстрируют вот такие вот кадры. Повстанцы дрючат по полной программе пингвинов. А тем временем мы выезжаем на боссфайт. Очередная пачка врагов. Собираем по возможности, ребят, патроны, которые падают непосредственно с врагов, а уже потом забираем те, что лежат в коробках. Да ты, падла, посмотри на них. Да ты, посмотри! Сейчас будем маневрировать. Буквально пару пуль и готово. Даже самый толстый отъезжает. Посижу-ка я рядом с аптечкой, потому что чем дальше, тем сложнее. Вот как я угадал. Седьмая группа. Да мне уже, знаете ли, за глаза, что седьмая, что десятая. Тут их, кстати, будет, ребят, всего десять. Опа-на, патроны. Патрошки закончились. Ребят, не надо объединять элитных и со щитами. Не надо, ребята. Это... Это слишком. Ну, все, мне капсда. Хотя, может быть, еще и нет. Еще поживем. Нет, не поживем. Это вообще Unreal. Если бы мне скинули хотя бы... Хотя бы аптечку, я бы еще как-то протянул. Ну что, давайте девятую. Ну, все. ГГ, по-моему, опять. А нет, подожди. Как ты быстро перевернулся, тварь. Все, отлично. Патроны. Посижу-ка я. Вот, да, да, да. Прямо рядышком. Да твою ж налево. Не дали мне... Суки. Ну, дайте же... Ну, давай, тварина. Прям в очко тебе напихал полу-рожка. Ублюдина. Ну, и, естественно, главные злодеи сматываются. Кто б сомневался. И заботливо скидывают нам коробку. А что вот здесь? А, здесь вообще мы не можем посмотреть, потому что мы не можем допрыгнуть банально. Давайте возьмем от греха. Кто может пригодится. Да, конечно, на последнюю волну лучше брать калаш. У него скорострельность получше. А вот М60 лучше использовать на первых примерно 7 волнах. Потом уже лучше идти с калашом. Всего, я напоминаю, будет 10 волн. Отбыли на орбиту главные злодеи. А нам любезно доставляют джетпак. Обязательно устрою. А не, пока. Эй, беби. Я忘ал тебя. Я знал, что это пришло. Один последний раз. Я хочу принести уровень. Продолжение следует...